всем привет лайбочка стоит вчера короче водитель уже съездил 1 есть что штахограф не поставили топограф поэтому поеду сам марседеса я не собрал красного марса кстати продали лайба в легковой аккумулятор заряжал так чё там коробка не собиралась даже потому что нет времени рейси и рейси бабушечка не поверялась так красного продали за 540 белый пока продается без коробки пока не выставлял никуда заниматься будет коробой тут все на нас короче ладно сегодня у нас будет о газоне газонка говорится next четки да все расстанков очки вчера короче хотел сделать его нулевое вообще можно походить луидор за миллиард наверно сделать то ноль но я решил все сделать сам лазил тут все протягивал вот эти короче фитинги или каждый там называют на всех ресиверах раскручены были воздух уходил очень четко да ладно заехать его на обратке помоем чем раму как думают надо чем-то его нам мазюкой красивенько чтобы он у нас прям вот как-то глянь смотрите надстройка крыло держится она уже по-моему наисказаться стоит вчера он видел что тут ступится течет хотел помыть его тоже нам деятели блин газон называть такая здоровая машина рама рука ли сзади хвост то есть на хвост вообще тут ничего не заставить она двойная то есть народ рама в раме ну и резанный он а так надо бин намазать ладно все намазать держится пока держится штора модная уже вчера частно на пытались и рассветовать никогда не было же это их рассветовки акума надо посмотреть работает как блин электронники зеркала чего как на мэрси короче у нас там 7 по докам посмотреть 7 с копейками надо бы ограничивать так бабушку я взял электронный газ уже да сейчас мы с вами едем выгрузим его быстро нам надо его сделать надо сделать нам точило все провода вставляем раз есть не работает нет в общем газон не знаю мне нравится прям в спальник потом еще посмотреть все хотел что поедем это чудо кида здесь 2 есть номеров нового туда транспортная накладная автомобиля эти модель двигатель белый пункт назначения на склад петряев в максимальной комплектации даже кондиционерить по моему это кнопочка чик да круиз-контроль походу сейчас все узнаем слушай ну накачала же он вроде воздух хочу чек смотрится пробег у нас 800 километров поперли ездить мадрид а че он такой дубовый он должен быть мягкий кресло стоит блин как бы завелась вроде вчера заряжала ком вот он все эти кочки я чувствую у него такая база длинная блин так и ресурс вроде короткий дубовый лететь мадрид ладно сейчас по дороге проедем я уже припоздал в плане хотел пролететь сутрица че первый раз неудобно же на нем так а мы на третьей блин сколько теперь самогруженная Сападоков а там не пишет блин вот эти электронные медали эй давай едь братан дубовый номер блин может конечно да нет а тега не будет такая дубовая а мы едем на четвертой а мы едем на четвертой что тогда в камень вылетел может это из-за резины над давлением во-первых колеса проедет все пятое интересно и сколько он этой пятой едет а не едет он вообще я вам скажу по сравнению даже с мерсом хотя турбина есть все есть ладно первое ощущение че во-первых он дубовый во-вторых там что-то моргает он периодически надо засечь просто че дубовый он конкретно стабилизация на айфоне в последнем такая думаю да ладно ладно давайте я сейчас прокачусь посмотрю ощущения а потом вам расскажу вот мы 80 идем это типа его максимальная скорость на 2000 оборота да блин зубодробилка что сказать первое ощущение очень жестко очень жестко по поводу тяги я так понимаю что все машины с электронной педали тянут вот так то есть надо прям конкретно давить хрен знает такие двоякие ощущения но надо его делать мягче надо его весь короче проверять я говорю вчера залез парня даже не смазанный думаю не закрученный гайка знаете вот такой вот как бы за такие деньги о деньгах чуть-чуть попозже сейчас приеду на выгрузку расскажу я думал должно быть получше ну че новая машина единственное и все по поводу качества вот че там звук поел где там шипение какое-то ну понятно короче у него в определенный момент начинается просто что-то там происходить не знаю что и такое потом прошло сейчас опять чуть-чуть надо его весь проверить там я даже не уверен есть там масло где-то или нет естественно не посмотрел но сейчас специально выходные мы займемся его надо помыть весь подготовить интересно должно быть что он такой жесткий я честно думал у него коробка рендуктор моста чуть-чуть поскористнее вот дорого этого из-за резины может ну-ка господа блин эти профессионалы в русской технике подскажите что это из-за резины его так трясет блин ты привык что пусы мышцы по комфорту короче 814 и газон вообще небо и земля 814 мягкий да какой и веку даже возьмите мягкий все грузовики мягкие не берем вот он очень сильно похож на джака 120 да любого джака любого китайца грузовика здесь по жесткости да я не могу его по дороге когда сейчас ну то есть сидишь не расслабленно постоянно что-то руль куда-то его так ветер дунул ну может будка большая не знаю интересный экземплярчик проверим увидим тогда конечно по поводу скорости ну быстрее да он 814 на 366 моторе о опять что-то загудело как будто продувка идет чего-то вот знаете он же наверняка с мочевиной я кстати даже не посмотрел как печка работает но это не печка 300 процентов эй что там вроде пробок не было я специально пораньше поехал сейчас у нас на МКАДе выгрузка сейчас выгрузим и обратно поедем нам надо на Красного найти на Киров груз будем дальше возиться а Виталька стареет походу я уже габариты вообще машины не чувствую представляете я раньше знал габариты любой машины вообще в любую дыгачку как говорится про турист оооо смотрите а что выезд загородили стройка стройка ооо блин нам сейчас все колеса будут грязные по любому нам здрасте туда нам наверно ну что первый рейс сделал да довез воздуховода походу на одномойку ехать таран техника конечно для жизни называется все испачкаю настройка 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 сейчас приедем будем колеса снимать подушка вот эта вот а у нее уровень впереди ниже где она уровень надо регулировать она она электронная никак уже на 8 посмотрите как они блестящая штучка уже то есть сюда надо что-то как я понимаю прикрепить металлическая наверное да вот он раз может стараться тачки то не на выставке стоять будут и все сейчас она краска сдерется да а потом все это заржавеет вот уже смотрите протерли до металла надо сюда какую-то штуку типа бронепленки что ли вот короче у меня по ощущениям помните у меня биение было на мэрсе я все появлялась потом проходила появилась и я не могу ничего делать вот абсолютно такая же хрень потом стеркало все то есть то ли он такой до такой степени жесткий что он каждую ну кочечку чувствует то ли что-то не то короче надо каждое колесо поднимать крутить смотреть разгонять его на вывешенном тогда будет понятно потому что ну я не верю что я так сказать короче мерседес намного мягче по поводу эргономики да базара нет он очень красивый то есть приятно мне все нравится то есть аккуратная машина он едет да спокойно там там чуть-чуть выше 2000 он уже идет под 100 км ну трясет его даже по сравнению с газелью хотя у нас стоит на крышный ну спальник наверху типа вместо спойлера то есть я понимал что ветер поддувает но тут нет непонятно все подбрасывает ну и расход у него конечно не мерседесовский даже вот с такой скоростью я так понимаю что расход у него конячий и кстати у кого-то это есть вообще подобная техника а вот как этим пользоваться нажимаешь ничего не происходит так просто ради интереса может кто напишет а вообще есть у кого-то есть газон и кто именно шарит у них как например я в мерседесах а объясните мне что тут как как его крутить не крутить то есть что лучше для этой машины для двигателя для моста тут что вообще мосты нюансов короче куча вот таких мелочей может кто знает ну чтобы он не сломался через недельку езды едем на мойку сейчас быстро ополоснемся и обратно все и на этот на стоянку будет заниматься там искать грустно Киров короче есть маленькая проблема я высоту машины не знаю сейчас подъедем вплотную и узнаем да спальник главное не оторвать а вон там в отражении видно что господа первая мойка прошла вроде вроде ничего поедем сейчас заниматься тачками да кстати его мыть удобней чем мерса почему-то не знаю почему но надо от битума почистить и носить висит то есть все дела короче есть чем заняться поехали на стоянку там поснимаем так друзья переехал на стоянку ой расскажу вам про газончик значит что за газончик вообще у нас газончик у нас 750 18 европолит все растинтовочки вверх бот зад ворота комплектация хрен знает что у них за комплектации тут у нас значит что имеется у нас имеется вебастик да вебаста это или планар в комплектации а планар имеется у нас скандишки я пятистук сидухин на механическом подвесе а давайте а вон управление выебастик давайте я хочу все посмотреть спальник оба ух ты иди смотри тут вообще конечно шик пахнет вкусно обри чудом отрас динь 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 четкий вообще просто шик уже видите у нас тент ну на роликах понятно все евро или как они там называются хром мне кажется скоро будет хана его надо или полирнуть или что-то с ними сделать значит без мочевины евро 4 пневма невма колесико 19,5 кондиционер радиаторы так двигатель у нас что у меня кашлят какой-то бачок пневмы бабка надстройка кстати чудо фирма авто не это дилер ну короче надстройка не очень модная управление пневмой кстати я сегодня инструкцию читал тут вот так чик делаешь как-то крутишь подвес вот так вот видать двумя руками не знаю как крути двумя руками надо попробовать на плохой типа дороге говорят надо как-то в этом что-то с ним делать то есть она сейчас не пружинит поэтому мне показалось что она жестко что надо давайте под капотом под капотом у нас я м бабах бабах два упора сделали фиг капот закроешь блин а сегодня я вычитал что представляете у них есть на камень сене на 3 восьмом нафига народ заказывает ЕМЗшные моторы 3 восьмой камень взял и все четко потом с вами попозже разберемся почему он так гудит мы мое право мимо вилели если они надо смазать кстати капот что там еще интересного у нас а ничего защита весь уже облажен он бачок бачок я так и не выяснил насколько он литров двести наверное но живет он так я бы сказал он нехило тэн 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 такой красивый пока новый 800 пробега ну ничего надо просто все замовилить чтобы она не сгнила я так думаю смотрите по ценнику вот на этом моторе короче цена машины 3 3 600 3 600 а цена с лизингом со страховками полностью конечно его выйдет через три года если если три года платить лизинг 4 800 платеж составляет на 100 тысяч рублей с копейкой маленькой вот а если заморочиться и платить побыстрее кстати вот что хотел вам показать то ё-моё прикиньте как на валдае вот эти крестовинки единственное отличие они уже доводницы перестали делать гады чтобы мы не шприцевали чтобы просто их меняли жулики тоже надо будет еще пролезть его весь меня очень сильно смутило блин тормозная жидкость она коричневая почему так вообще непонятно должна быть прозрачная кстати жидкость гидрача что там залито интересно блин все жидкое такое масло жидкое жидкость гидрача тоже жидкое прям у меня на марсе намного все гуще не надо всего сидел сегодня нашел инструкцию как правильно на нем ездить что тянуть его нельзя и оборотов больше 2-300 не рекомендуется давайте так что вот такие вот дела ребятушки да первоначальный взнос 20 процентов от 3600 и понеслась в работу тачка на прокачке нам этот в этот тв да ладно закрываем пойдем заниматься карабасиком ну и им параллельно так господа товарищи я уже давно в робе просто тут не мог все подлезть под газона потому что куча заявок надо было подписать ну и не подписать найти людям грузики ходулю проверил все нормально подшипники ступицы не знаю почему значит это он так должен ехать все потряхивать можно конечно его завести сейчас залезем в кардан посмотрим с вами сейчас по нему поднимем там град уже вытащил вроде вообще все хорошо намытый чистый надо вот сюда что-то притулить ну-ка есть идея у вас я думаю пойти купить эту блестящую металлическую штуку смотрите как поцарапали уже ну то есть оно загниет заржаеет он уже гермитос отошел видите надо его заново отдирать новый гермитосик и сделать сюда такой какой-то лист чтобы по нему не по металлу этому цепляли рохли там еще что-то рампу ложили а металлический лист так что-то я тут еще нашел неприкрученный подождите а вот отбойник надо смотрите да как так то а он провалился ему надо сейчас открутить да что новый отбойник надо порвало его получается что-то фары не потеряли еще пока есть да этот тоже пока на месте ну вот значит газон что там семь с половиной метров восемнадцать туалет все растентовки новый значит пневма-невма поедет в сервис потекла правая ступица не знаю там супер ступица и что нельзя открывать я ее просто на увидел что там у нас течь получается вот левая вот там вот а у нас право стын диск мокрый что-то пошло не так ну и дура наверно да ладно так ну давайте расскажу всем же интересно что друзья опять мы на стоянке чем мы занимаемся смотрите у нас газон с такой штукой а тут нету а тут нету потому что Виталий уже почистил блин то есть жесть берем так как я бывший детейлер полировщик лайтовое самое средство дорогое самое то есть есть битумные составе ну они более жирные ну я считаю они более ядреные лучше чуть-чуть переплатить а здесь силикон просто очень быстро испаряется поэтому он не сильно выгоден но пшикиваем чуть-чуть маленький участок чуть-чуть он стоит еще раз вообще надо больше лобовик чем вот эту машину блин не трем чтобы глина не тереть что глина тоже имеет царапать так как я полировать не собираюсь аккуратненько ну да и неправильно то что я не фибра это делаю фибра она хоть не царапает но сорян фибра в кресте осталась а креста рядом нет и до магазина идти лень вообще надо вот этим почистить лобовик нанести антидождь но я решил попробовать и короче четко его бы сейчас забронировать чтобы была бы вообще петь тема да ой ладно о весьма он уже черный и вот и почти себе лобовик наверное надо залазить и делать сейчас принесу стул будем лобовик тереть потому что дворники прям хрустят по нему лучше лобовичок так что тут у нас кто это ух ты какой быстрый смотрите какой четкий иисусик это коробку надо блин собрать валдаев собранный стоит надо его завести посмотреть может опять аккумы сели пам-парам-пам-пам-пам так надо стул взять должен начинать наверное пятница сегодня время были 7 часов а мы еще даже ничего не не открывали да что это сделать с ним значит вот этот был оторванный у нас прикрутили сюда смазки набил но легче сильно не стало от этого надо все ролики смазывать на шторе короче дело как всегда всегда можно найти при желании дела для работы короче самое тяжелое это лобовик блин я не могу дотянуться нормально и мой антисиликончик заканчивается заканчивается видите все танки рука закончилась надо какую-то палочку блин ну лобовик гладенький сейчас антидождь дешманский капну прозрачное стекло будет славный не 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 kum не 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 Продолжение следует...